всем привет друзья канал час рыбака рыбачьи подмосковья и олег снова с вами сегодняшний ролик хочу посвятить к его катушки итальюм 2020 меня их две штуки будут делать это для не то ним 151 hd 2 у меня катушка 71 xd вот именно этой катушкой я занимаюсь джигом вот что сделают его но все-то вы показывать не буду хочу так немного поговорить вот об апгрейде о том как я вот поменял ручку что у меня с ней происходило удобно ли или нет шнур вот два года джигмен у меня и джекей то я тоже видимо его я уже заменю мало осталось ну и так разберу покажу что там внутри сколько грязи после рыбалки в астрахани давайте посмотрим что получится ну что могу сказать катушка шимана метанием 2020 это одна из самых лучших в своем классе слушайте внимательно теми которыми я пользовался то есть я не хочу говорить о том что вообще существует в данный момент мире катушек да именно из тех которыми катушками я пользовался это самое лучшее своем классе вот легкая эргономичная но удобно в руке вот она лежит да и что еще узкая шпуля поначалу скажу сразу вот эта клавиша на палец рука была привыкший более широким шпулем да и палец я все время так бывал как-то прикладывал и в общем здесь натиралась у меня мозолька я привык уже стал серединку ставить палец надеюсь понимаете о чем я говорю вот дальше поменял ручку захотел вот старая ручка она видите она как бы намного короче я сейчас даже померяем штангелем есть у меня вот такой штангелем китайского производителя и и и и по центрам все замеряем данный момент вот ручка если пациентам по центрам клуба брать то это 112 миллиметров вот это родная она 90-12 миллиметров вот это должно быть по центрам 112 а если по самым краям как бы ручки 120 и правильно играл 120 120 миллиметров вот почему поменял ну знаете чисто интуитивного захотелось мне побольше ручку и я вот не жалею я поменял и намного удобнее вот крутить этой ручкой чем скажем так вот это 90 миллиметров хотя она ничем не хуже она даже легче чем вот это карбоновая ручка то ли не что ли но здесь вот клуба они такие прорезиненные здесь не было на этих вот вода попадает и пальцем мокрые на этих нет на этих намного удобнее пока сухая что еще хочу сказать проблема были у меня с этой ручки потому что ручка совсем недорогая за 1000 рублей чем-то с алиэкспресс и заказывал поначалу у меня она просто не подошла сюда само посадочное место было немного меньше и мне пришлось растачивать на второй момент второй момент когда я уже позапрошлом году поехал с ней в астрахань на меня процессе ловли открутилась вот это вот крепление потому что родное крепление от этой ручки не подходит сюда и здесь получается на гайку цепляется вот такая вот как шайба не шайба да и крепится тоже винтом вот и она мне раскрутилась и дайка постоянно раскручивался ручка у меня начала слетать и благо что я с собой взял старую ну не старую родную ручку с и креплениями прикрутил и покойно ловил но так что вот эти крепления продаются на алиэкспресс стоит копейки сейчас положение стоит копейки вот они они прям здесь гаечкой с винтиками и само крепление так что рекомендую прикупить их даже может одна гайка тоже открутиться и потеряться поэтому вот такие штуки в запасе должны быть у вас там две-три штуки точно пусть лежат они как бы не протухнут и как бы за прошлом году особого кайфа я не получил да я понял что это классно но мне пришлось ловить родной ручкой как тоже нормально да что дальше смотрите ребят в прошлом году ну я уже как бы прикрутил посадил вот этот винтик на фиксатор резьбы синенький вот такой у меня вот есть и все больше меня ничего не открутилась содержится все нормально но случился другой интересный случай вот кноп видите вот здесь вот эти как бы типа винты такие казалось бы что они декоративные они не декоративные они держат сам вот этот кноп из его то есть кнопка состоит из двух частей вот она вот так выкручивается и сегодня я тоже посажу на фиксатор резьбы здесь снимается вот этот эвовский кноп а остальной кноп ну как втулка на котором под стоят подшипники вот тогда она уже еще другим креплением крепится вот такой умудренная ручка такая вот и что я хотел сказать то потерялся этот винт у меня и в процессе и мы уже в конце рыбалки было иногда я хватался за эту ручку и при этом вываживание еще чем я раз эта ручка просто вот так соскакивала удобно но потом я уже начал смотреть за что я хватаюсь и хваталась за ту ручку которая как бы нормально не соскакивала вот ну что винт я этот потерял и ничего больше не придумал как по приезду домой списался с магазином с этим с алиэкспресс китайцем и рассказал описал ему историю и он согласился мне безвозмездно выслать этот винтик вот но безназвенно безвозмездно у него не получалось ничего вот и у меня тоже там он предлагал там какие-то копейки оплатить алиэкспресс не пропускает эти суммы вот я буду что-нибудь я куплю тебя заказал как раз вот таких креплений он сказал да положь то этот винтик туда уж посылку прошло почти месяц пришла посылка а винтика не оказалось я ему говорю ну что что гад такой что что делаешь блин простите пишу да я дал команду на раскладе забыли видимо положить вот ну опять пытались ну я потом видел у него подшипники вот эти которых много ставится там 7 на 4 на 25 на 2 и 5 вот заказал подшипниками давай подшипники для еще купил и положение этот винт он хорошо хорошо ну короче клави все-таки не обманул и вот он во второй посылочка пришел этот винтик я его в общем сюда присобачил чем очень доволен скажем так такая история ребята меня с этой ручкой что еще апгрейд я делал здесь я добавлял еще подшипник вот этот как раз 7 4 на 25 в бесконечник там стояла втулочка вот здесь страны я туда восстановил подшипник лучше теперь я вроде как рассказал об этом все все остальные характеристики ребят столько уже обзоров можете посмотреть вот нового ручка именно вот такой длины у меня рука большая у меня размер перчаток скажем так xl 25 вот здесь ширине да и 10 по моему десятый вот размер славно рука большая дом большая для меня может быть это именно для моей руки как раз вот так прям это но очень был хороший рычаг очень удобно рекомендую попробуйте даже если вам не понравится стоит она недорого где-то тысячу там может быть еще с чем-то уже танка в общем не очень дорого то оставлю ссылку вам не здесь в описании под видео смотрите на что теперь начну я заниматься этого так пусками буду вставлять видео что будет интересно давайте посмотрим ну что начну я снова в то вот и отключил и сюда откручивается снимается и вот там еще один винт выкрутим обслужим кнопку хотите хотит есть винтик и подшипник и подшипник здесь стоят у нас 2 также так вот здесь один остался на посадочном и внутренне для этого есть вот такой инструментик подшипник вытащился на перекос как-то идет все это дело сейчас промоем бензин как всегда калоши такая такая пасочка все мы это будем промывать с промоем втулочки промыл я втулочки здесь посадочные места все промыл сейчас я обратно макаром все это одену подшипнички чуть-чуть уже смазал есть втулки на месте втулки тут совсем небольшой нормально будет пружинище так ну кнопку я потом подшипник денег своих стоит уже грубо говоря два сезона отработала это еще столько же будет на этом я заканчиваю свой ролик надеюсь выводы вы сделаете ни хвоста ни чешуи всем пока кто макарю друг с ты так